С 1 марта несколько городских маршрутов оказались в частных руках. Коммунисты на этот факт отозвались пикетом у здания администрации. На плакатах призывы сохранить 22, 32 и 52 маршруты. Красные боятся, что частный перевозчик будет пренебрегать графиком. На маршрут будет выходить меньше автобусов. В действиях администрации коммунисты видят целую преступную схему. Что делают наши власти? Они переводят в муниципальный транспорт частные руки. В частности, те маршруты, о которых идет речь, они становятся частными. И таким образом администрация города фактически снимает себе ответственность за их функционирование. В конечном итоге мы предполагаем, что МУП и ПТ могут в конце концов объявить банкротом и вообще распродать. Новый перевозчик, который взял на себя обслуживание 32 маршрута, уверяет, что опасения напрасны. На линии работает 8 автобусов, вместимостью до 50 человек каждый. До нас данный маршрут обслуживало МУП и ПТ. На линии работало 6, иногда 5 автобусов марки «Мерседес» 90-х годов выпуска. В настоящий момент наша компания полностью справляется с пассажиропотоком. Специалисты администрации также уверяют, что ивановцы только выиграют от смены перевозчика. Передвижной состав обновится, по городу будут ездить новые автобусы. А следить за тем, соблюдается ли график перевозок, можно будет самостоятельно, через интернет. Все автобусы, курсирующие по городу, оборудованы системой ГЛОНАСС. На специальном сервисе любой желающий сможет увидеть, сколько транспорта работает на линии. Подведя курсор к транспортному средству, нажав его, можно в реальном времени увидеть ориентировочное время прибытия автобуса на остановочные пункты пути следования. В администрации уверяют, что напрасные опасения коммунистов насчет массовых увольнений водителей. Кадровый состав востребован, без работы никто не останется. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.